Как защитить свои права и куда обращаться за помощью, особенно когда речь идет о сотовой связи? Пропажа денежных средств со счета мобильного телефона, смс-сообщения с рекламой, подключение различных услуг без согласия абонента – вот лишь немногие из нарушений, которые допускают операторы. Вопросы правосудия для потребителей мобильной связи были рассмотрены на заседании круглого стола в Славянском управлении Роспотребнадзора. Тему продолжат мои коллеги. Недавно я приобрела сим-карту одного из мобильных операторов и получила вот такой вот пакет документов. Внутри него договор об оказании услуг связи. Вы наверняка видели такое и раньше, и наверняка приходилось, не вчитываясь в строки, ставить подпись там, где указывает оператор центра связи. Мне очень хочется также читать сам договор предоставления услуг. Несколько страниц мелким шрифтом. Однако, как оказалось, в этом часто заключается наша с вами ошибка. Нередкими являются случаи обмана со стороны недобросовестного поставщика услуг связи. Много таких вопросов важных для каждого человека, нужных. Вопросы также остаются на повестке по работе терминалов, по оплате и приему платежей. Тоже есть проблемы. Есть такая тенденция, что не всегда доводится до сведения потребителей, кто является оператором данной услуги, и кто является ответственным исполнителем, то есть кому предъявить претензии в случае, если, скажем, платеж не прошел или какие-то услуги были не на должном уровне. В преддверии Всемирного дня защиты прав потребителей в межрайонном отделе Роспотребнадзора в Славянском, Красноармейском и Калининском районах прошел круглый стол на тему «Укрепим наши телефонные права правосудия для потребителей мобильной связи». На нем присутствовали представители муниципальных управлений по торговле и защите прав потребителей, общество «Блокпост», представители консультационного пункта Красноармейского филиала Центра гигиены и эпидемиологии «Края», обществ по защите прав потребителей, а также специалисты территориального отдела Роспотребнадзора. «Мы сегодня пригласили представителей тех организаций, которые осуществляют непосредственно продажу, реализацию данных товаров. Для чего? Для того, чтобы мы сегодня могли при этом поговорить. Посмотреть, какие проблемы есть, какие права потребителей, какие обязанности, права и возможности для улучшения своей деятельности в спирте торговли». Стоит запомнить, поставщикам мобильной связи запрещена реализация сим-карт с нестационарных мест торговли. Иными словами, купленная не в специальном магазине карта может быть причиной плохой связи постоянного списания денег. Абонент может стать жертвой мошенников. Зачастую проблемы с мобильной связью возникают из-за нежелания людей читать договор, который человек подписывает с закрытыми глазами, не думая о возможных последствиях. Существует ряд нарушений, которые допускают операторы сотовой связи. Одним из самых распространенных является навязывание дополнительных услуг, таких как, к примеру, услуга «Гудок». При подключении абонента к сети данная услуга активизируется в течение трех дней, и в течение 30 дней она является бесплатной. Затем с потребителя начинает взиматься плата. Абоненты часто не могут вспомнить об услуге и понять, за что снимаются со счета деньги. Отключить «Гудок» можно коротким сообщением, а также через интернет, зайдя в свой личный кабинет на сайте оператора связи. После истечения 30 дней бесплатной этой услуги, данная услуга становится уже незаконной. И если потребитель считает, что эта услуга незаконна, то он может, конечно, обратиться к оператору сотовой связи с претензией, которая будет в течение 30 дней рассмотрена, то есть, извиняюсь, в течение 60 дней будет она рассмотрена. Навязывание дополнительных услуг нередко происходит и в банковской сфере. При выдаче кредита финучреждения часто принуждают потребителя оплачивать страхование жизни. Только при этом условии клиент банка может получить займ. Потребитель у нас – это слабая финансовая сторона, которая приходит в банк за получение денежных средств для поддержки своего финансирования. Но при этом он приходит получать сумму определенную, то есть 100 тысяч, помимо этих 100 тысяч, он получает кредитный договор на 110-120 тысяч. И эти 20 тысяч идут в страхование жизни. Согласитесь, это слишком большая сумма для страхования жизни и здоровья. Вольный страховец, она на полностью весь срок кредитования. Кредит идёт на 5 лет, и страхование действует только в течение 5 лет, но оно в случае не не действует, так как польза страхования не выдаётся. Выдаётся только кредитный договор, в котором прописана определенная сумма, которую должен банк вернуть. И эту сумму страхования мы возвращаем. Частое явление для абонентов сотовой связи – входящие сообщения со всякого рода предложениями о получении какого-либо кредита или займа. Происходит это либо если при подписании договора на оказание мобильных услуг потребитель сам даёт согласие на предоставление своих персональных данных третьему лицу, либо это недобросовестный поставщик сотовой связи передаёт информацию третьим лицам. В данном случае, конечно, потребителю необходимо обращаться или в наш центр конституционный, или в территориальный отдел для получения консультаций. И, допустим, взыскание тех денежных сумм, которые он выплатил незаконно оператору, за именно эти услуги связи. Отдельно был рассмотрен вопрос о сдаче неисправного телефона в ремонт или на экспертизу. Здесь тоже важно посмотреть, что по этому поводу говорится в договоре. Были подведены итоги работы Общества по защите прав потребителей Славянского района, а также территориального отдела Роспотребнадзора. В этом году жалоб в организацию поступило на 30% больше, чем в прошлом. В основном они касаются торговли, ЖКХ. Из этих 38% составили вопросы мобильной связи. В 6% жалоб потребитель оказался неправ. Это еще раз говорит о том, что нужно внимательнее читать договор и крупный и мелкий шрифт, быть информированным, знать о своих правах, чтобы в будущем не попасть в неприятную ситуацию и не потерять время и деньги. Если же все-таки права были нарушены, есть организации, готовые помочь каждому потребителю. Если имеются претензии по оказанию услуг, нужно написать руководителю предприятия, в котором данная услуга была подключена, и конкретно, обязательно в письменном виде изложить жалобу. Если помощь не была оказана, нужно обращаться в общество по защите прав потребителей, краевой консультационный пункт или территориальный отдел Роспотребнадзора. Рузана Ефремян, Георгий Калинин. Программа «События».